Добрый день! Меня зовут Ларкина Лариса Владимировна. Я руководитель мастерской рукоделия Мозаика. Мы занимаемся с детьми от 5 до 10 лет. Делаем разные рукодельные поделки. Вот, например, таких птичек шили, кошечек. А сейчас я хотела бы сегодня вам предложить сделать для чашки подставку. Для этого мы будем использовать фетр, потому что для детишек младшего возраста он очень удобен в шитье. Мы берем выкройку, которая похожа на мордочку кошечки. Обводим мелом или кусочком мыла по контуру эту выкройку. Обмылок очень хорошо виден на темном. Ну, а если светлый бывает фетр, то мы можем это сделать карандашом простым. Эта подставка у нас будет необъемная. И самое главное, чтобы дети могли ровно вырезать деталь. Потому что ручки еще не совсем слушаются, но это очень хорошая тренировка для развития мышц. И в письме потом пригодится. Вырезаем вот такой кружок с ушками. И теперь можно взять пайетки или какие-то бусины, но небольшие, чтобы стакан стоял ровно. И пришиваем, прокалывая насквозь. Ребенок должен научиться попадать в мелкие отверстия, чтобы крепко держался глазик. Чтобы он мог расположить еще так пайетки, чтобы это было вот именно глазиком кошечки. Детям очень нравится потом использовать все это в своей жизни. Они очень горды бывают тем, что сделали, хвалятся родителям. Так, еще один стежок. И глазки у нас будут готовы. Обязательно делаем узелок, чтобы глазки не распустились. И теперь нам нужно будет вырезать небольшой носик. Его можно сделать или в виде сердечка, или в виде вытянутого такого полукруга. Подровняем чуть-чуть. И тоже пришиваем через край. Можно даже оставить какой-то участок непришитым. Как будто это еще и язычок у кошечки. Ну и обязательно нужно прошить такие, как бы, щечки. Всем стежкам, которые нам пригождаются, мы учимся вот именно на таких простых вещицах. У детей самое главное, вот развивается моторика ручек, потому что некоторые приходят, у них до такой степени слабые ручки, что они даже не могут руку пожать нормально. Крепко. Ну, проходит какое-то небольшое время. Так. И здесь тоже закрепляем нашу улыбку кошачью. Отрезаем. И вот такой котенок у нас получился. Вот такая будет веселая подставка под кружку. Вот такая веселая. Я думаю, дети будут с удовольствием пить чай из таких кружек. И тем более пользоваться подставкой. Приходите к нам обязательно на занятия. Мы также приглашаем на занятия и взрослых мамочек, где можем сшить для детей одеяльца, наволочки, сумочки. Приходите обязательно. По воскресеньям мы ждем и взрослых. Играет музыка. Не верю. Приходите. Играет музыка. Продолжение следует...